Вот знаю не понаслышке, после 40 надо просто приглядывать за собой. Кто сейчас понимает, о чем я говорю, пожалуйста, ставьте лайк этого видео, потому что сейчас вам буду рассказывать о том, что нужно употреблять после 40, чтобы чувствовать себя на 18, ну, просто 19 лет, 19,5 лет. Ну ты махнул, красивый! Первое, что нужно употреблять, это омега-3 жирные кислоты, потому что омега-3 снижает воспалительные процессы в организме, улучшает функцию мозга, улучшает функцию сосудов, а также поддерживает здоровье суставов. Я вам не буду сейчас называть каких-то конкретных фирм, производителей, да, лекарств. Об этом, обо всем поговорим у меня в телеграм-канале. Там я делюсь личным контентом, то есть своей личной жизнью. Там проводим, не знаю, прямые эфиры с моей супругой, например, что с утра покушать. И там я об этом расскажу, поэтому обязательно переходите. Ссылку оставляю в описании под этим видео. Нажимайте кнопку «Еще», если вы смотрите с телефона, да, и у вас появятся все те ссылки, о которых я сегодня рассказываю. Но! Есть одно большое «но». Омега-3 в чистом виде пить нельзя. Поэтому к омеге-3 мы в обязательном порядке прямо в то же время, да, добавляем, когда пьем омегу-3, мы добавляем витамин Е и продукты, богатые витамином С. Потому что витамины С – огромное количество различных форм. Если вы пьете аскорбиновую кислоту, то вы пьете только одну форму, да, а их там большой количество, ну, пять. Соответственно, витамин С у нас получаем из таких продуктов, как шиповник, как смородина, можно замороженная, малина, квашеная капуста содержит большое количество витамин С. Но не витамином едины мы живы, да, и не БАДами, да. Я не призываю сейчас ни в коем случае, что сейчас вот ешьте БАДы, и от этого вам все станет легче. Да, возможно, станет легче. Вы добавите в себе так называемый биохимический компонент. Но для того, чтобы убрать, я не знаю, запор какой-нибудь, да, или головную боль, или боль в спине, и вообще улучшить, там, не знаю, подвижность своих суставов, нужно подходить комплексно. И вот о том, как комплексно подходить для того, чтобы чувствовать себя живым, здоровым, бодрым, энергичным, без кучи всяких болячек, я рассказываю на своем бесплатном мастер-классе. Ссылку оставляю в описании под этим видео. Нажимайте кнопку «Еще», переходите, регистрируйтесь, буду рад вас видеть. Второе вещество, которое употребляю я и моя супруга, видели, кстати, как моя супруга выглядит? Сейчас здесь покажу фотографию, вот ей 40. Что делают наши глубокоуважаемые дамы, начиная, не знаю, с 10 лет? Начинают постоянно пользоваться увлажняющими кремами, потому что сухие руки, обветренные губы, куча всяких проблем, да, начиная с детства. И вот это мажем, 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 а делаем что в конечном итоге? Делаем еще хуже. Следующим этапом что делать? Идут к косметологам. Через какое-то время действительно вам будет хорошо, потом любые вмешательства, да, которые мы вводим в кожу, вызывает микрообразование таких рубцов, которые в конечном итоге еще больше старят вашу кожу, и кем вы становитесь? Вы становитесь постоянным посетителем косметологических салонов. А следующим этапом куда идете? К эстетическому хирургу, если у вас на это есть деньги и возможности, да, и смелость пойти уже заниматься там так называемыми фейс-лифтингом. Финита ля комедия. Красота должна идти изнутри, да, красота должна идти от здорового организма. И есть вещество очень интересное, каротиноид. Вот если, ну, каротиноид, что-то по-русски говорят, да, бета-каротин, например, содержится у нас в морковке. Вот это то, что улучшает наше зрение, да, вот там говорят, что там улучшает кожу. И вот этот каротиноид улучшает состояние нашей кожи, который является мощнейшим антиоксидантом, то есть противовозрастным веществом. И регулярное его применение приведет к тому, что у вас просто кожа начнет улучшаться. Первое, да. Второе, как это можно заметить, насколько он эффективен? И когда я там собирал обратную связь, коллеги даже мои говорили, что поехал отдыхать в Египет, и у нее кожа не обгорела, благодаря тому, что она пила это вещество под названием астексантин. Так, что он сказал? И второе вещество, о котором я хотел сказать, это астексантин. Тоже его можно курсами пропивать там несколько раз в год. Защищает от ультрафиолета, она улучшает состояние кожных покровов, стимулирует регенерацию клеток и также способствует выведению токсических веществ из организма. Поэтому хотите употреблять БАДы, пожалуйста, особенно если вам после 40, прошу вас, употребляйте астексантин. И вот здесь я могу порекомендовать, где брать астексантин, потому что на кону моя репутация. И астексантин появился у меня в моем онлайн-магазине, поэтому ссылку оставляю в описании под этим видео. Переходите, покупайте и пользуйтесь в обладе. После 40, не после 40, а вообще пить всем. У нас тотальная хроническая нехватка витамина Д у всех людей, как минимум, живущих в Российской Федерации. Как понять, что у меня нехватка? Хроническая усталость, тяжело просыпаешься по утрам, тяжело засыпаешь, тревожное состояние, пониженный иммунитет, постоянно подхватываешь какие-то болячки. Сколько нужно пить, как нужно пить, как он у нас усваивается, что с ним происходит. Я такую подробнейшую лекцию записал о витамине Д на 40 минут, поэтому обязательно переходите по ссылке, которую я оставляю в описании, в мой телеграм-канал. Я всегда рад новым подписчикам. Следующее вещество, которое присутствует в каждой клетке нашего тела, чтобы клетка преждевременно не погибла, это вещество под названием коэнзим-Ку-10. В каждой нашей клетке есть батарейка под названием митохондрия. Вот эта митохондрия, например, в нейронах головного мозга у нас в митохондрии может быть до 10 тысяч батареек. Вот представьте, это такие аккумуляторы, аккумуляторные батареи, на которых работает наша с вами клетка, а в совокупности работает весь наш с вами организм. И вот одним из ключевых факторов успешной работы митохондрии является вот это вещество под названием убихинон, или коэнзим-Ку-10. Если вам уже после 40, да, или даже не после 40, но вы хотите, чтобы у вас было побольше энергии, чтобы ваши митохондрии работали как часы, то одно из веществ, коэнзим-Ку-10, обязательно употребляйте. И тут есть интересная история, что Ясухико Ямори, японский ученый, выделил его из сердечной мышцы. Вот это вещество, коэнзим-Ку-10, кофермент-Ку-10, хотите так, да, по-русски немножко. Что интересно, сердечная мышца – это одна у нас из самых энергозатратных мышц в организме, потому что сердце у нас с вами работает 24 на 7, да, 365 дней в году. Она никогда не останавливается и требует большое количество, большое количество энергии. И когда он выделил это вещество, мы уже смогли его синтезировать, сейчас получили просто супер качественный БАД, так называемый липосомальный коэнзим-Ку-10, который как раз вы можете приобрести у меня в магазине, ссылку тоже оставляю в описании под этим видео. И я о чем сегодня рассказываю, я думаю, что я сниму еще отдельное прямо видео, поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить эти видео. Ну и мой любимый, мой наилюбимейший, который я рекомендую всем и каждому внедрять в свою жизнь – ежовик гребенчатый, который обладает огромным спектром таких суперполезных свойств. И одно из главных его свойств – это то, что он стимулирует нашу мозговую активность. Заставляет нас думать лучше, быстрее, сильнее, мощнее. Потому что вещество под названием эриноцин, которое содержится в ежовике, наши нейроны, головной мозг имеет рецепторы к этому веществу. И вот о том, как работает ежовик, я рассказывал в одном из своем видео. Ссылку также оставляю в описании под этим видео. Смотрите, и если есть вопросы, обязательно пишите, задавайте.